Всем привет! Предлагаю вам познакомиться с китайским налобным светодиодным фонариком. Фонарик бренда Огонь, модель называется HT835. Фонарик не совсем обычный, я бы назвал его многофункциональным. То есть данный фонарик, его можно использовать и как налобный, поскольку в комплекте есть вот это вот резиновое голове, возможность закрепить его, разместить на голове, плюс регулируется угол наклона. И плюс ко всему данный фонарик может использоваться и как велосипедный. В комплектацию у него входит вот такой вот пластиковый крепеж. Оголовье можно легко снять. Вот, совершенно просто можно снять вот это резиновое эластичное голове. Получаем вот такой вот отдельный фонарь. Размещаем его на держателе. Защёлкивать я не буду, поскольку будет тяжело снимать его оттуда. И вот таким образом он может у вас размещаться на руле, например, велосипеда. Аккумулятор здесь сменный. Аккумулятор типа размера 18650. Зарядка производится, аккумулятор может производиться, вернее, да? Кто как любит. Непосредственно в корпусе фонарика. Для этого здесь предусмотрено вот такое вот гнездо. Вот оно, гнездо microUSB. Над ним располагается светодиодный индикатор процесса заряда. Фонарик, поскольку он может использовать как велосипедный, имеет достаточно неплохую пыли- и брызгозащищённость. Корпус у него пластиковый. И вот это, как бы, головная часть. То есть, там, где располагается мощный диод. Кстати, диод здесь Т6 используется. Вот, который даёт яркий, такой направленный пучок света. Вот, и прекрасно себя может зарекомендовать в качестве велосипедной фары. Вот, есть Т6 диод и есть диод, вот этот вот, коп-панель. Вот, один диод, второй диод. Оба диода можно включить. И включить режим мигания. То есть, это вот режимы работы данного фонарика. Интересная особенность фонарика. Кроме того, что у него, как я показывал, регулируется угол наклона, этим можно даже и не удастся вам воспользоваться. Вернее, не нужно будет воспользоваться. Почему? Потому что головная часть фонарика может поворачиваться довольно в широких пределах. Видите, то есть, вы луч можете направить туда, куда вам нужно. Таким образом, вот, для велофонаря это будет полезно. Либо, когда вы используете его даже в качестве налобного, то есть, когда вам знаете, куда вы хотите направить вот этот вот луч света. Еще интересная особенность. Имеется возможность фокусировки. То есть, вот, выдвижением вот этой вот... Давайте я сейчас выключу фонарь, чтобы видно было. Выдвижением вот этой вот головной части можно осуществлять фокусировку луча. Для того, что вы хотите, например, освещать предметы на ближнем, либо на более дальнем расстоянии. Ну, для ближнего расстояния здесь, в общем-то, есть такая яркая кок-панель. И данный фонарик, как вы, наверное, уже успели убедиться, является достаточно универсальным. Можно использовать как в домашнем хозяйстве, так и в качестве велосипедного фонаря, такой вот мощной, яркой велосипедной фары. На этом, пожалуй, все. До свидания. До новых встреч.